Это Тульский токарев. Этот, 1948 года. До конца войны насечка крупная была. По словам, сделали мелкую насечку уже на него. Он тоже характерный признак. Часто в фильмах художественных показывают времен войны или там довоенные ищут это с мелкой насечкой. Сразу видно, что... Не специалисты работали. Да, был более позднего выпуска, нежели фильм, как позиционирует себя. Очень интересный пистолет. Сменные стволы, опять же, в бандитские 90-е. Очень большим пользовался спросом. Мощный патрон, сменные стволы. Ствол поменял, боёк поменял, у тебя практически новое оружие. Старые выкинули. То есть в интернете пишут, что он рельсу пробивает, танковую броню пробивает, любой бронежилет пробивает. Лучше всего они сбивают НВО вообще. Особенно если перед этим литра два спирта выпить, желательно роял, как и 90-е годы были. Тогда он и пробивает очень хорошо, и стреляет безумительно. Кнопочкой выкидался в магазин. Затворная задержка. Опять же, да, когда отстрелял весь магазин, он становится на затворную задержку. Для чего нужна затворная задержка? Боют и быстро отстрелял весь магазин. Выкинул его. Пистолет остался. Здесь просто у нас уже на затворной задержке. Ты в магазин вставил, и он тебя сразу же загоняет патрон в патронник. Ты снова готов к выстрелу. А если бы не было затворной задержки, тебе бы пришлось делать лишнее движение. Ну, еще интересно, как такового считается, что у пистолета ТТ нет предохранителя. На самом деле, функцию предохранителя выполняет полуозвод курка. То есть, вот в таком положении. Оп, щелчок. Все, он уже... Не нажимает. Для того, чтобы... То есть, патрон находится в патроннике, а спусковой не нажимается. Для того, чтобы на весь патрон взвел, уже выстрел. И дальше все идет автоматическая перезарядка. Очень надежный, качественный пистолет. Пошел на смену наганом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok